Иди отсюда, говорят, тварь! Нет, а по какому поводу, интересно? Молодой человек, идите. Идите спокойно, идите. Во двор дома номер 3 по улице Клиническая в одиночку старается не заглядывать, даже участковый. Жители дома разделились на два оппозиционных лагеря и объявили друг другу войну. Не в переносном смысле слова. Почти каждый день доходит до рукопашных потасовок. На любое вмешательство в ситуацию извне реагируют так же, матерной бранью и кулаками. У нас каждый день дом трясется от возгласов Никитиной. Потому что она каждое утро начинает крик на весь двор. Вообще агрессивные они, вы понимаете. Мою соседку стукнули, и она чуть не сломала руку. Она была на больничном. Колоритный персонаж по фамилии Никитина не может внятно пояснить, что именно вызывает у нее такую бурю эмоций. Из потока нецензурной речи с трудом можно разобрать только одно. Части жителей хотят, чтобы их же эскалета возглавила некто Мария Козлова, проживающая здесь же. Числа 17 мая в комнату правления ворвалась группа жильцов, очень возбужденных, во главе с Козловой Мария Алексеевной, которая сказала, все, освободите помещение, я на сегодняшний день являюсь председателем. Еще месяц назад в ЖСК председательствовал Виктор Костанян. Его управление домом закончилось в суде. За присвоение трех миллионов рублей Костанян получил условный срок и лишение права занимать руководящие должности. Сам осужденный столь неожиданный поворот своей карьеры связывает с финансовой неграмотностью. У меня образование всего восемь классов. Чтобы нормально все это вести, надо приличного бухгалтера иметь. И в наше время сейчас без бумажки, понимаете, что растратил много денег, то есть снял с банка много денег, а документов на эти, которые я приобрел, вещи нету. После вынесения приговора в доме наступил настоящий хаос. Со слов Аллы Смоляковой, председателем ЖСК, собрание жильцов выбрало именно ее. В доказательство она приводит оригиналы документов на жилищно-строительный кооператив. При этом печать Костаняна, которую не нашли при обыске, оказалась в руках у Козловой. Козлова Мария Алексеевна, она сказала, что если буду председателем я, то Виктор Александрович Костанян долгов никаких платить не будет. Кооператив возьмет эти долги на себя. После чего Костанян передал ей документы, которые он скрыл от следствия, и печать. Я думаю, что это одна шайка-лейка. Недавно к ситуации подключилась районная прокуратура. И после проверки документов доводы одной из сторон станут ничтожные. Но самое главное – остановить войну, пока не появились настоящие жертвы. Татьяна Сюдова, Александр Питченко, ТВ-центр, Саратов.